Доброе утро! Давайте сегодня продолжать говорить о наших царях драгоценных. Следующий царь, который фигурирует в родословии Христа в Евангелии от Матфея, в первой главе, в девятом стихе, это Иофам, сын Озии. Значит, Иофам, сын Озии. Читаем про него во второй параллель Паминон, в двадцать седьмой главе. Глава коротенькая, предлагаю ее прочитать. Двадцати пяти лет был Иофам, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодный в очах Господних, точно так, как делал Озия, отец его. Только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота Дома Господня, и многое построил на стене Афела. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. И он воевал с старым аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год сто талантов серебра, и десять тысяч коров пшеницы, и ячменя десять тысяч. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иофам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа Бога своего. Прочие деяния Иофама, и все войны его, и поведения его, описаны в книге царей израильских и иудейских. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иофам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и восставился Ахаз, сын его, вместо него. Интересное дело получается. Давайте обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, то, о чем мы с вами всегда говорим, то, что прослеживается вот в этом перечне царей и прочих людей, которые появляются в родословной Христа, это вот четкая зависимость. Шестой стих. Так силен был Иофам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа Бога своего. А как он был силен? Так он вообще умудрился победить аммонитяна, и они давали ему дань. Вот, и в духовном смысле получается, что человек одолевает грех, и его жизнь исцеляется, и он не терпит урон в своей жизни, когда он грешит. Но наоборот, у него получается прибыток, потому что Господь устраивает его дом, его все. Вот, и, конечно же, я не знаю, насколько это будет, насколько это в материальном смысле у нас будет работать, потому что все-таки это для нас образы, духовные образы. Вот, но, тем не менее, я думаю, не важно, в деньгах это выражается или не в деньгах. То есть, главное, что ситуация меняется, да, то грех приносил урон, разрушение, а здесь, наоборот, праведность приносит исцеление и приносит всяческий прибыток. Ну, как, собственно, об этом притче и говорят много. Давайте с вами обратим вот еще на что внимание. Иоафан был 25 лет, когда воцарился 16 лет царства в Иерусалиме. То есть, получается, жизнь его была достаточно короткой. И царствование его было, ну, даже по сравнению с предыдущим Озией, который процарствовал 52 года, и с предыдущим, там, с его праотцами, там, и другой царствовал 35 лет, и Давид 40, и Соломон 40. То есть, ну, да, вроде, 16 лет тоже нормальный срок, но для праведного царя вроде как и маловато, можно было бы подумать. Но, с другой стороны, смотрите, короткая жизнь его и короткое царствование его, мы видим, что не принесли никакого греха. То есть, ни словом, ни полусловом не написано о том, что он под конец там возгордился от своей силы и начал грешить. Или там возгордился и сделал там то и тот какой-нибудь косяк, как вот его, например, отец. Мы видим наоборот, что здесь написано, что точно так, как он делал угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия отец его, только он не входил в храм Господень. Вот, то есть, я сначала подумал, что он не входил в храм Господень, ну, что он не совсем был такой уж праведный, ну, не ходил поклоняться Богу. Но здесь такая приписочка, как отец его, то есть, мы видим, что отец его, все-таки вот этот вот косяк ему припомнили, что он возгордился, и тут написано в 26 главе, возгордился, и хотел занять место священником, хотел кадить в храме. Вот, то есть, вот в этом смысле здесь написано, что он, вот этот вот Озия, Иофан делал угодное, угодное предачами Господа, но от глупости своего отца он воздержался, он все-таки урок этот принял себе на сердце, принял свою жизнь и не делал так. То есть, мы видим вообще отличный пример того, что этот человек научился на ошибках других, на ошибках своих предшественников, и не повторял их. То есть, вот, что очень здорово, вот, что мы не видим на примере других царей, то есть, у них у всех были какие-то косяки. И, смотрите, получается, что жизнь и царствование его было достаточно коротким, то есть, он вообще прожил 41 год, столько, сколько другие цари царствовали. Он прожил 41 год, из них 16 лет царствовал. Но вопрос, да, вопрос, что лучше, царствовать долго и иметь косяк на косяке, как другие, как он вообще, этот вот предыдущий Озия процессовал 52 года, но там какое-то время вообще он жил как прокаженный в отдельном доме. То есть, вопрос, да, вопрос, что лучше. Да, он процарствовал 52 года, но из них, вот, Иофам, часть времени, часть времени его царствования, вообще и царствовал Иофам, его сын. Вот, то есть, большой еще вопрос, что лучше, прожить нормальную жизнь, но короткую, чем, да, или длинную, но полную греха и каких-то ошибок, нелепых, ну, таких, нелепых, но серьезных. Это большой вопрос, конечно же, не нам выбирать, мы не заканчиваем свои жизни сами. Вот, но есть о чем задуматься. И еще к вопросу о том, что этот человек был, ну, не написано о нем, что он какой-то грех делал. Да, написано, что народ продолжал еще грешить, и мы видим, что реформы, которые начаты были его отцом по очищению страны от идолов, от всякого греха, этот человек не закончил и не продолжил, ну, не знаю. То есть, он занимался таким вот экономическим восстановлением, вот, и в этом деле он преуспел. Ну, однако же, не делал там что-то, как-то много для народа в духовном плане, ну, в общем-то, ладно. Как говорит здесь, Писание его за это не осуждает, не будем его за это осуждать и мы. Вот, но я хотел бы подметить одну такую вещь важную, что вот три предыдущих царя показывали нам пример того, что, ну, как будто бы невозможно прожить жизнь, не согрешив. То есть, вот, начало у всех троих всегда хорошее. Такой-то царь воцарился, делал угодное в очах Господних, и то сделал, и то сделал хорошо, и это правильно. Вообще, такой молодец был. Но, и вторая половина, ну, вторая часть его жизни, она, ну, как правило, какая-то вот репутация подмоченной становится. То есть, то грех, то возгордился, что, собственно, тоже грех. В общем, короче говоря, другая часть, вторая часть жизни оказывается плохой. Но, да, и создается впечатление, что вообще нельзя прожить жизнь без косяка, прожить жизнь совершенно, вот, правильно, хорошо и правильно. Но мы видим, что, например, и Афама, так бывает. Мы можем это видеть на примере и других персонажей Библии. Например, тот же самый Самуил, пророк. Он, когда, ну, его жизнь клонилась к закату, он собрал народ, и даже перед народом стал говорить, то есть, ну, давайте так говорить. Я вас судил долго, старался как мог, можете ли вы сказать, что за это время я кого-то обидел, у кого-то там лихву взял или что-то прочее. Вот, и весь народ сказал, нет, нет, вообще ты молодец, Самуил, вот, все делал классно, вот, жалко, что вот ты состарился. Вот, и здесь подобный пример. То есть, есть примеры в Библии, есть постоянные, Библия постоянно нам показывает примеры того, ну, примеры людей, когда они проживали жизнь без, ну, таких явных косяков, без того, чтобы упасть и согрешить там и так далее. И про кого Бог бы сказал, ну, вот, начал хорошо, а заканчивает так себе. То есть, мы видим, что есть такие примеры, и это возможно. Повторюсь, не нужно думать, что вот грех такую силищу имеет, что уж, ну, вообще никак. То есть, это только наше отношение с Богом, только, ну, между мной и Господом. Поэтому давайте укрепимся вот этим примером. Можно прожить жизнь, не сворачиваясь с путей Господних. И вот этот вот царь, на которого, кстати, у которого ответственности, кстати, было не меньше, чем у нас, а даже и больше. То есть, например, у нас сейчас идет какие-то там, какая-то заварушка там, да, на юге страны. Ну, как бы, нам-то что, у нас проблема только соль исчезла, ну, сахар, ну, цены поднялись. Но это не та проблема, не те проблемы, которые были у Иофама, например. То есть, в его ведении было целое государство, он должен был заботиться о куче людей, заботиться о том, чтобы защитить их, накормить. Это, ну, речь идет о миллионах людей. То есть, представляете, какая ответственность, какое давление. И, понятное дело, что не все были рады такому правлению. Всегда у доброго есть сопротивление и так далее. То есть, на него, его ответственность была гораздо-гораздо больше, чем наша ответственность. Его давление на него, я уверен, было гораздо больше, чем на нас с вами в нашей жизни. И проблем у него было, я думаю, что гораздо больше, чем у нас с вами. Но, однако же, несмотря на все это, мы видим, что он не говорит в Писании про какие-то его косяги. Давайте примем эту мысль, что он действительно прожил жизнь без явного греха. Без чего-то, про что бы Господь сказал, ну, да, что-то ты тут подкачал, дружок. Вот, давайте укрепимся этим примером и будем продолжать время нашего царствования без греха, по крайней мере, стараться, без того, чтобы отступать от Господа. Да? Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, жить без греха, без того, чтобы отступать от тебя. Я молю о том, чтобы ты водил нас прямыми путями, чтобы мы ходили этими путями усердно, верно Господь, не сворачиваясь с них ни направо, ни налево. И помоги нам, пожалуйста, в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.